Продолжение следует... Ну что, в наше сложное время, когда кризис охватывает одну компанию за другой, мало кто может похвастаться таким замечательным сотрудником. Приходит раньше все, уходит позже все. Ни одна позиция нашего перспективного бизнеса не проходит мимо ее внимания. Всегда знает, как уговорить клиента согласиться на табло или щит. Как говорится, каждому обещает свое. Но все же, я вам могу сказать, у нее есть одна отвратительная черта. Она не пьет даже на свой день рождения. Только стоп. Это надо исправлять. Ура! У меня прождение! Ура! Ну вы же знаете, что я в среду и в пятницу езжу на ипподром, отвожу крестницу на тренировки. А что, родители крестницы не знают, что у тебя сегодня день рождения? Свет, они в Западной Африке. Ух ты, шикуют! Меня не шикуют, они там борются с пандемией. С кем борются? Лерочка, такая болезнь. Так, ну что, давайте, как говорится, внесем и свой посильный вклад в борьбу с пандемией. Да? Да. Слушайте, а почему бы нам не устроить на эти выходные шашлыки и не выпить, наконец, нашим старшим менеджерам? Прекрасная идея с ночевкой. Извините, мои дорогие друзья, я в сфоту никак не смогу, потому что с мамой праздную. А в воскресенье гуляю с собаками до вечера. Ой, как тебе не надоест по этим приютам мотаться? Ну, бесплатно. Вот не говори, как будто собаки важнее, чем мы. Если бы вы видели, как они меня встречают, вы бы так не говорили. Господа, я прошу, минуточку внимания. Дорогая Наташа, мы всем коллективом очень долго думали, что бы тебе подарить. И наш выбор остановился на... Пам-парапапам! Дизайнерских валенках! В зиму по сугробам будешь бегать со своими собаками, а ножки у тебя будут теплее. Ура! Сейчас, это еще не все. Наташа, цвети и пахни, как эти цветы. Спасибо, мне очень приятно, мои дорогие и любимые коллеги. Спасибо вам большое. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Есть кто дома? Галина Петровна, Крис! С днем рождения! Ох, как вы меня напугали. Какая красота! Сюрприз! Мама с папой звонили, передавали тебе поздравления, желали счастья в личной жизни. Спасибо. Давай желание загадывай и свечу задувай. Все? Ну так не честно. Ты не загадала желание. Крис, у меня единственное желание, чтобы ты не опоздала на тренировку. Ты все собрала? Да. Ну поехали скорее. Так. Давай-давай-давай-давай. Какой большой букет. На работе подарили. Дорогой, наверное. Но не поскупились для старшего менеджера, несмотря на кризис. Ой. Наташа, что ты задыхаешь? Что-то случилось? Да нет, все в порядке. У меня очередной день рождения. Я без мужа, без детей. Единственная подруга в Африке борется с пандемией. Так? Все в порядке. А как же я? Я думала, что я тебе не только дочь, хоть и крестная, но и подруга. Крис, само собой, прости, пожалуйста. Я обещаю, что больше так не буду. Что-то совсем я раскисла. Наташа, тебе роман нравится? Какой роман? Мой тренер. Такой прикольный. Между прочим, он был призером чемпионата по конкуру в группе А. Ого, ничего себе. Молодец, молодец. Вот. Красотки. А вы давно ходите? Да, честно говоря, всю жизнь. Я сама здесь училась, когда маленькая была. А моя вот только первый день. Да. А вы не могли бы попросить вашу дочку за моей девочкой присмотреть, там, помочь, если что? Дочку-то, да. Ну, конечно, да, попрошу. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо богине моей. Тренировка закончена. Привет. Привет. Ну, прогресс прямо вижу на лицо. Крис, молодец, она способная. Да я не про нее, я про тебя. Шикарно выглядишь. Ой, спасибо. Спасибо. На здоровье. А у Наташи сегодня день рождения. Да. Крис. Ну, я тебя поздравляю. Как говорится, желаю всего. А завтра она его будет отмечать. Вы могли бы к ней в гости прийти. Завтра. Завтра я это самое не могу. Завтра я женюсь. Не получится. Ух ты, поздравляю. Спасибо. Слушай, а хочешь, приходи. А вы сколько свадьбе? Кристина, по-моему, тебе пора ехать переодеваться. Давай. Ну, хорошо. Слушай, ну, какой-то, какой-то неудобняк прямо вышел. Да. Я человек прямой. Я не знал. Если бы знал, я бы прямо сразу так сказал. А ты сейчас о чем? Ну, что ты не из-за меня замуж не выходишь. Надеваешься? Нет. В общем-то, я не выхожу замуж не из-за тебя. Из-за кого? Да просто претендентов слишком много. Не могу выбрать. Ага. Пока. Яблочко хочешь? Нет, спасибо. Ну, ты же сама сказала, что он тебе нравится. Я сказала, что он прикольный. А какая разница? Колоссальная, Крис. Два взрослых человека были поставлены в неловкую ситуацию. Это недопустимо. Прости. Я хотела как лучше. Да я знаю. Давай так договоримся. Свою личную жизнь я буду устраивать сама. Хорошо? Ты же больше на меня не злишься. Мне, может быть, и хотела, но у меня не получается. А вот и хорошо. Я тебя так люблю. Ты у меня на первом месте. После мамы и бабушки, конечно. Я тебя тоже очень люблю. Вот гадь. Да кто так водит? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он даже не остановился. Что вы мне делаете? Тихо, тихо. Потерпи, потерпи. Откройте, пожалуйста. Подержите дверь, пожалуйста. Подержите дверь. Мы шиво. Все как влечи. Влечи быстрее. Давай, мы же достались. Живо быстрее. Так давление может подняться. Что мне тебе еще? Уши чистить под наркозом, что ли? Тоня. Помогите, собака умирает. Что такое? Я очень прошу. Что такое? У нас срочная помощь. Так, сейчас. Ну-ка, держите. Ну-ка, держите. Доктор, под машину попал. Подождите, девушка, а вы куда лезете без очереди? Все. Доктор, так. Подождите. А как же мы? Ждите, когда я освобожу. Что значит? Я как нормальный человек специально вечером приехала. Доктор. Ну вот, вот ведите себя как нормальный человек. Извините, пожалуйста. Ее машина сбила. Женщина, я не с вами разговариваю. Мало того, что от этого водкой разит, так он мне еще хамит. Знаете что? Я, я вашему начальству все скажу. Ничего, Панечка. Девочка, мы найдем тебе нормального доктора, а не только ста права. Федя! Федя, где ты, Федор? Да-да-да, зайдите. Можно, да? Да, можно. А почему она не двигается? А потому, что это он. И он спит. Наркоз отойдет через сорок минут. Можете забирать. Значит, обезболивающие сначала отдадите простые, а там посмотрим. Доктор, сколько я вам должна? Я с бездомных денег не беру. А как вы поняли, что она бездомная? Хозяева обычно знают пол своего животного. Подождите, я должна как-то вас отблагодарить. Вы наркоз сделали, приемы отменили. Пройдемте. Вот там в коридоре лежит книга жалоб и предложений. Да. Можете написать там все, что захотите. Хорошо, я напишу. А как вас зовут? Меня зовут Извозчиков Олег Николаевич. Все. Олег Николаевич? Да. Привет. Здрасте. Не может быть. Не узнал? Не узнал. Исаева. Ну, ты 14-й был в списке в классном журнале, я 15-я. Извозчиков Исаева. А, Юлька! А я еще думаю... Наталья. Да. Ну, Наталья. Ну, давай, идем, идем, идем сюда. Проходите. Сейчас наркоз отойдет, все. Давайте выпьем, а? Ну, за встречу. Ну, столько лет не виделись, а? Какой же у тебя беспорядок? Как ты здесь все находишь? Это, это называется творческий беспорядок. Главное, чтобы вот здесь все было по полочкам. Ой, я думаю, что такое неуловимо знакомое. Это твоя манера. Помнишь нашего физрука, Всеволод Николаевич? Ты его до истерики довел, помнишь? Своей спокойствием, флегматичностью такое. Да-да-да. Помнишь? Да, я его не помню. Я тоже работаю с животными. Ты дрессировщица? Нет. Волонтер. Помогаю с кошками, собаками в приюте. Да, за встречу я выпил, за годы эти школьные чудесные. Я выпил. За... За присутствующих здесь дам пил. У меня сегодня день рождения. И ты молчала? Ну... Так, я сейчас организую второй стакан. Подожди. Нет-нет, я не буду пить. Я за рулем. И завтра у меня гости. Слушай, скучная ты. А скучная у тебя жизнь, Исаева. Ты чего здесь-то? Ты же вроде в консерваторию хотел поступать. Точно, ты же в консерваторию хотел. А, консерватория. 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 Ну, подожди, немного сейчас, я тебя укрой. Поехали. Сегодня самый счастливый день. Олег подарил мне цветы. Лерка от зависти хлопнула. Иду, иду. Ну, как ты? Пёс, ты как? Принамена... Мам, нужно ещё чем-то приблиться. Ой, прости. Это тетя Дуся. Неси, неси. Тетя Дуся, как всегда, вовремя. Алло. Да, дорогая, здравствуй. Да вот, потихонечку готовимся. Да. Передам. Угу. Обязательно передам. Ну да, представляешь, мало ей собак в приюте, она ещё сюда эту бездомную псину притащила. Даже прооперировать её успела. Да, я с тобой согласна. Хорошо. Угу. Татуся! Дусечка поздравляет тебя с днем рождения. А ещё она велела передать, что ты абсолютно сумасшедшая. И я с ней совершенно согласна. Мам, ты всегда с ней совершенно согласна. Слава Богу, что она не смогла сегодня приехать. Угу. Дорогая моя доченька, я тебя поздравляю с днем рождения. Я тебе желаю здоровья. Я тебе желаю, чтобы у тебя на работе всё было прекрасно. Я тебя очень-очень люблю. Спасибо, мам. Ну, между прочим, зря ты так продуешься. Она наша единственная родственница. Она только для нас делала, а ты... Мам, ты помнишь Олега Извозчикова? Да. А-а-а! Это ж твоя первая любовь. Ну, да. Подоклассник. Я сегодня в ночь его встретила. Где? В ветеринарной клинике. А что он там делал? Ну, он как раз и спас нашего джульбарса. Ну, да. Действительно, так всегда и бывает в жизни. Троечники находят свою дорогу в жизни. Теплые местечки, отличники и победители Олимпиад расстревают в старших менеджерах. В ветеринарах. Натось, а я надеюсь, что ты уберешь собаку из дома, когда она вылечится? Мам, это он. На сколько раз можно говорить? Конечно, я его оставлю. Олег с нас ни копейки не взял за лечение, представляешь? Думаю, съездить его отблагодарить. Как это? Ну, бутылочку коньяка отвезу. А, ну, конечно. Не успела эта псина у нас в доме появиться, а уже влетела тебе в копеечку. Мама, это он. Хорошо, хорошо, он. Натось, пожалуйста, не забудь вымыть после него руки. За то, что только раз… Давай. Угу. За то, что только раз в году бывает май, Заблеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, Но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир… Это опять он. Мама. Мама, дай я открою. Мама. Уже открываем. Здравствуйте. Гражданин, а зачем вы в дверь колотите? Звонок же есть. Гражданин, вам в участке будет. Вот вы какого черта рабочему человеку спать не даете, а? Мы имеем полное право по выходным дням играть и петь до 23.00. Вот я сейчас участкового наберу, и вот тогда мы узнаем, он придет, кто до скольких имеет право. Не надо, мы больше не будем. Извините, пожалуйста, мам. Так, шарманка свою, чтобы не заводили, и все. А то по-плохому будем разговаривать, ясно? Нам все ясно. Извините, пожалуйста, мам. Ты зачем перед ним присмыкаешь? Он тебе на голову сядет. Мам, он уже сел. Пойдем пить чай. Ну, сегодня они меня загнали. Ничего-ничего, крепче спать будет. Следующее воскресенье тебя опять ждем? Конечно. Воскресенье собачий день. Ну, пока, пока. А вы не подскажете, а где принимает извозчиков? Да кто ж его знает? Уволили вашего извозчикова. Вместо него теперь, вон, Звонарев. Подождите, как уволили? А где у вас начальство? Вот начальство. Василий Дмитриевич Звонарев. Василий Дмитриевич, я свидетель этого инцидента. Моя собака была в очень тяжелом состоянии, а эта женщина со своей китайской хохлатой. Ну, она вела себя просто очень странно. Вы о чем? Я считаю, что извозчикова уволили несправедливо. Извозчикова уволили за то, что он позволял себе на рабочем месте выпивать. И не вы, не эта женщина с китайской хохлатой. Абсолютно здесь ни при чем. Но он хороший доктор и прекрасный специалист. И я хотела, хотела узнать, где я могу его найти. Понятия не имею. Уважаемая, мы не даем телефоны наших сотрудников. Тем более бывших. Знаете, честно говоря, мы одноклассники. Так встретились случайно и 15 лет не виделись. Можем еще 15 лет и не встретиться. Не подскажете, как мне его найти? Ничем не могу помочь вам. Девушка, девушка, обождите, девушка. Да? Обождите. Вот там, вон там, через кварталы там пивнушка есть. Он там частенько обохмеляется. Обохмеляется? Ну да, вы не подумайте ничего. Он мужик-то хороший. Жалко будет, если пропадет. Жалко. Его жена как из дома выгнала месяц назад, вот он и запил. А так он мужик хороший. Хороший. Подождите, а вы не знаете, где он живет? В смысле жил? Ну, здесь жил, в клинике. А где ж ему еще жить? Он ведь все деньги на сына отдает. Мы с ним как-то раз в баре выпивали, и он все рассказал. Все рассказал. Да. Нет, вы не подумайте. Он молчун. От него ничего никогда вот этого лишнего нет. Не услышишь? Да я... Спасибо вам большое. Ага. Спасибо. Ага. Извините, пожалуйста, вы не знаете Олега Извозчикова? Опишите пример. Ну, такой крепкий ветеринар. Айболит что ли? Вы его знаете, да? А как же, он моего друга от смерти спас. Подтверди друга. А вы не подскажете, где его можно найти? А где-то тут было. Да? Спасибо. Ой. Мужчина, что вы делаете? Отпуститесь в ботинок! Ты куда? Просыпайся. Не исходи. Не исходи. Не исходи. Просыпайся, говорю. Ух. 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 Кто-то чувствует? Где-то я? Ага, я possocek ли это или нет или просто было? Где-то? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не секрет, что у нас резко упала прибыль. Я же предупреждал, кризис, можно ожидать чего угодно. Как вы понимаете, пора затягивать пояса и сокращать расходы. Для начала хотел бы услышать ваше предложение. Ну? Ну, например, можно сократить присутственные дни. То есть админ, бухгалтер, копирайтер могут работать дистанционно. Тогда я со Светой, мы по очереди можем приезжать в офис. Да нам такой большой офис будет не нужен и столько компьютеров. Сократим расходы на аренде. Ловко ты придумала, Исаева. Значит, я буду ездить на работу, а вы будете отсиживаться дома. Оригинально, оригинально. Скажи, Милович, что у тебя с отчетом? Я над ним работаю, не волнуйтесь, Арсен Евгеньевич. Угу. Если что, вон, в помощь подпрягай Светлану. Птички играет. Работаем все. Владислав, помоги мне. Свет. Свет. Нет. И что за манера такая? Подпрягай. Я ему что, лошадь? Он эксплуататор. Пусть он сначала зарплату поднимет, потом запрягает. Наташенька, дорогая моя, можешь меня сегодня прикрыть? Мне нужно уйти пораньше. Свет, ты опять? Ну, пожалуйста. У меня полшестого, парикмахер. А что ты ему, футболисту твоя прическа разонравилась? Мы с ним расстались. Он совершенно не мой человек. Зато у меня появился новый мальчик. Он прекрасен. Он так поет народные песни. Где ты только таких находишь? На сайте знакомств. Ну что, прикроешь? Сегодня я никак не могу. Меня дома ждут. Кто? Собака и пьяный мужик без ботинок. Ну ты шутишь. Ну значит, идем вместе пораньше. Вот и все. Начнем свою экономию. Хотя бы электричество. Здрасте, Анна Семеновна. Здрасте. А Наташеньки нету. Не пришла. А я знаю. Это как раз хорошо. Я просто хочу прикрыть диваны и кресла. Потому что скоро из-за этой псины в дом нельзя будет войти. Понимаете? Ой, здрасте только за псины. А из-за чего же еще? Вчера ваша Наташенька бомжа какого-то домой привела. Басова. Летина, давайте вы запишите мой телефон, а я ваш на всякий случай. Хорошо. Пишите. Пишите, пошла. Пишите, пошла. Пишите, пошла. Добрый вечер! Извозчиков Олег Николаевич. Одноклассник вашей дочери. Бывший. Вот именно, что бывший. Я вот что тебе скажу, одноклассничек. Давай, сливай воду и выкатывайся отсюда. Хорошо. Я хотя бы оденусь, если не возражаете. Какая учтивость, а? Прям версаль какой-то. Выкатывайся! Мама явилась. Вообще-то это мой дом. А что ты здесь делаешь? Вот именно, что дом, а не приют для бездомных собак и алкашей. Пошла, брысь отсюда! Брысь! Сначала эта псина, а теперь одноклассничек синюшный. А где Олег? Понятия не имею. Мама, ты что, его выгнала? Разумеется. Мама! Хватит, хватит жить. Любовью черти какой давности. Ты посмотри на него. Ты ничего о нем не знаешь. А потому что все они одинаковые. За бабой спрятаться, водку пить и жить в свое удовольствие. Мама, это моя жизнь. Я со мамой не разберусь. Дура ты, Наташка. Наташа, подожди. Авдотья Семеновна, не видели такого мужчину небритого? Интеллигентного вида не проходил? С пакетами на ногах? Возможно. Проходил. К сторону помойки пошел. Спасибо. Ага. Авдотья Семеновна. Она убежала? Убежала. Спер что ли чего-нибудь? Может в полицию позвоню? Не надо. Олег! Ты чем здесь занимаешься? Да так, дышу свежим воздухом. А может быть тебе вот эти больше подойдут? Считай, что подарок на все твои дни рождения, что я пропустила. И прости за маму. Да нет, она права. Нельзя злоупотреблять твоей добротой. Я уже большой. Я как-нибудь сам справлюсь. Угу. Ну да. А ты краны умеешь чинить? Какие? Подъемные? Водопроводные. У меня кран на кухне течет. Может починишь? За услугу муж на час дарю кеды. А мамаша зятя на час будет рада видеть? Мамашу беру на себя. Не помешает. Как я-то разогнал же всех оттуда. Всех убрал. И только потом, я говорю, я нашел кожаные. Но кожаные дырявые они оказались. О, здрасте. Добрый вечер еще раз. Олег, иди, пожалуйста. Поднимайся, я сейчас подойду. Позвольте представиться. Олег, иди. Извозчиков Олег Николаевич. Осторожно. Да, нормально все. Подвели вы меня, Наташа. Это каким-то образом. Ну как же. Вот мама ваша мне высказала. Зачем, говорит, всех подряд пускаешь? А это не всех подряд, это ко мне. Вы запомните, пожалуйста. Ну уж запомни теперь, конечно. Алло, это Авдотья Семеновна. Вы просили позвонить. Ого. Я сегодня по хозяйству дую в ванную. Полежи в пене. Расслабляет, между прочим. Я сегодня уже пробовал. А ты чего это здесь раскомандовался? Слушай, ну мы же договаривались о муже на час. Мне еще надо кран починить, лампу доделать. Может быть, еще ужин сварганю. Кеды же надо отрабатывать. А я могу чем-то помочь? Показать, где что лежит? Да я разберусь, разберусь. Холодильник с плитой не перепутаю. Ага. Так, а в этом доме есть отвертка или нет? Да, конечно. В кладовке. В кладовке? Олег, ты с ума зашел? Уже поздно. До 23.00 остался один час. Я хочу его провести так, чтобы не было мучительно больно. Ага. 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 Мама. Здрасте. Я что, в прошлый раз, что ты не так объяснил, а? Или кому это надо голову опрутить? Извините, пожалуйста. Ну, сначала мне попробуй. А вы кто? Мы? Муж. А регистрация? Мы. Муж. По данному адресу имеется? А инстинкт самосохранения имеется? Имеется, имеется. Давайте, до одиннадцати не угомонитесь. Я ментов вызву. Ясно? Телефончик подсказать. Устроил эту, блин, филармонию. Что это за музыка? Блёз. Просто блёз без названия? Пусть будет блюз для… Когда у тебя день рождения? Ну, вообще-то было пять дней назад, когда ты джубар сооперировал. А, я забыл. Ну, значит, блюз для сентября. Красивое название. Ты со мной писал? Ну, поверь. По сравнению с отремонтированным краном и ужином – это пустяки. Да ладно, не скромничай. Иди пить чай. Да. Скромность – это один из моих немногих недостатков. Почему ты так не стал музыкантом? Подрался. Руку повредил. Ну, с карьерой музыканта пришлось завязать. А ты чем занимаешься, а? Я работаю старшим менеджером в рекламном агентстве. А так вообще закончила искусствоведческое. Ну, что, значит, замуж так и не вышло. Почему это я не вышла? Ну, так в доме нет мужских тапок. Ну, это еще ничего не значит. Я была замужем пять лет. Это грустная история. Расскажи лучше о себе. Ну, что рассказывать-то? Формально я женат. Так. Сыну двенадцать лет. Но живу я один. Да. Дальше без комментариев не хочу. Не хочу вот этого все возвращаться. Книга закрытая. Все. Ясно. Забыли. А сейчас-то я безработный. Вот. У меня есть знакомые в конном клубе. Можно пытаться устроить тебе ветеринар. Ну, вот только сейчас хотел переквалифицироваться в мужа на час, а? И все. Так тебе нужна работа или нет? Исаева. Скучно на тебя жизнь. Телефон звонит. Сейчас, сейчас. Я подойду. Алло. Да, мам. А сейчас ты как себя чувствуешь? Да-да, хорошо, сейчас перейду. Я выезжаю, ждала. У мамы плохо сердце, мне надо ехать. Постели там себе сам на диване, ладно? Я позже приеду. А может, я с тобой поеду? Нет, нет, не надо. А лекарства ты принимала? Разумеется, принимала. Я без них никуда. Не знаю, мама, у тебя все нормально. Наташа, я тебя очень прошу, не надо меня расстраивать. Ты знаешь, как мне было обидно. Ты насчет Олега? Мам, я большая девочка и могу сама устроить свою личную жизнь. Ну, разумеется. Только я не понимаю, зачем кидаться на первого встречного выпивоху. Мамочка, а мы с Олегом знакомы с первого класса. Вот именно. Я не знаю, что с первого класса и совершенно очевидно, что жизнь его списала в утиль. Ты позвони Дусе и спроси у нее, каково это жить с алкоголиком. Ой. Почему я этой Дусе буду звонить? Они мне даже не тетя. Тетя? Какая тетя? Троюродная. Хорошо, если мне нужна будет консультация, я позвоню своей троюродной тете и спрошу у нее совета. Ты мне просто хочешь погнать в гроб? Мам, мне надо говорить ерунду. А что, зачем ты тогда со мной споришь, если я практически при смерти, а? Или для тебя какой-то там, какой-то там бомж. Ну, я все понимаю, конечно, что это первая любовь. И все, все мы влюблялись в юность. Но это какой-то бомж, он важнее для тебя, чем, важнее для тебя, чем твоя родная мать, которая положила на тебя всю, всю свою жизнь. Тебе нельзя нервничать. Да хорошо, мы не будем ссориться. Вот именно, что мне нельзя нервничать. А ты, между прочим, этот факт упорно игнорируешь. Как я его игнорирую? Я к тебе ночью приехала. Пожалуйста, пожалуйста, я тебя умоляю. Дай мне слово, что ты не будешь общаться с этим Олегом. Я тебе сейчас дам пустырник. Не увиливай, пожалуйста! Ой! Мам, ты сказала, что выпила таблетки от сердца. Но у тебя старая упаковка закончилась в прошлом месяце, а новую ты даже не начинала? Только не нужно меня путать и не нужно меня контролировать. Мама, это ты перестань меня контролировать и лезть в мою личную жизнь. Ты прекрасная актриса, только зрителей маловато. Ничего, на моих похоронах будет гораздо больше. Честно говоря, мне за тебя стыдно. Я поехала домой. Тебе за меня стыдно? Мы ведь с тобой не первый год друг друга знаем и оба дорожим своей репутацией. Ведь так? Конечно. Ты знаешь, какие сейчас нелегкие времена и надо быть готовым к любым внештатным ситуациям. Безусловно. Да какого черта вчера в шесть часов вечера уже никого не было на работе за час до конца рабочего дня? Ни единой души! Вам что, делать нечего? Отчет готов? Арсен Евгеньевич, вчера был как раз тот особенный день, когда я закончила свою работу не в десять часов вечера, как обычно, а на час раньше. Ну, допустим. А где была твоя помощница, Светлана? Ее и отпустила. Простите, не подумала. А вот думать всегда полезно. Запомни, если еще раз такое повторится, уволюсь от чертовой матери. Так ей передай. Хорошо, я ей передам слово в слово. Не кричите, пожалуйста. Я знаю, что вы добрый. И можете на меня положиться. Осторожней. Ну, я просто не знаю, что делать. Я тут бомжара. Он поселился у нее. Наша консежка все рассказывает. Вот, вот, Симон говорит, моя дура ходит счастливая, глаза сладятся, а потом плакать будет. Я прям чувствую, как пить дать. Надо спасать нашу Наташку. Нина, счет идет на минуты. Ну, а с другой стороны, может быть, это судьба, может быть, такое счастье тоже бывает. Не надо только себя уговаривать. Расслабишься и дождешься. Оттяпают квартирку. Чего это мое сердце? Останется наша Наташка без квартиры. Ну, Дусь, ну зачем ты так сразу? Я понимаю, что он бомжа, раз по лицу, как вообще алкаш, но он все-таки добрый, он зверушек лечит. Угу. И потом у него высшее образование. Вот пусть и лечит своих зверушек, а мы сами кого хочешь полечим. Дусь, ну ты что делаешь-то? Посоветуй. Ой, деда с вами, Михаила, люблю я вас, но ни к чему не приспособлены. Слухой, конечно, у вас... Дусь, что с тобой? Ты дыши так. Ты вкуновей. Сейчас я обмазгу. Фотографии принесли? Да. А мужчины? Нина. Где он? Вот, это он. В десятом классе все, что нашла, другой не было. Должна вас предупредить, заклинание сильное. Если у мужчины стоит защита, то все может перекинуться на вашу дочь. Как это? А как? Эффект рикошета. Вот так вот от него отскочит, и прямо на вашу дочь, поняли? Да успокойся. А как, как на ней это может отразиться? Да как угодно. Здоровье, проблемы на работе и, конечно же, карма. Не срикошетит. Кишка у него тонкая. Защиты ставить. Успокойся, я прошу тебя, Нина. 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 Легко говорить, да это моя единственная ночь. Я не собираюсь рисковать ее здоровьем. Ну, солнышко мое. Арыш. Ну что, можно поздравить? В смысле? Ну как, в субботу же свадьба была. Как оно быть мужем-то? А, про это. Да, окольцевали. Птица-то вон, на волю отпускают. А нас, мужчины, женщины при себе держат. А с нами так нельзя. Мы же как вон, как лошадки молодые. С нами надо осторожно, аккуратненько. Главное, не спугнуть. А то потом всю жизнь бояться будем. Удевять не будете? Никогда. Совсем-совсем? Даже сахарок не поможет. Тонкие вы натуры. У нас тут кобылка на сносях. А ты про ветеринара спрашивала, да? Да. Рая, Рая, ну ты молодец моя, ну… Тебе повезло. Они берут тебя на работу. Ну что ж, почти мы к своим присутствиям. У меня есть к тебе одна просьба. Только, пожалуйста, не убежайся. Ты можешь не пить на работе. Это все-таки мои хорошие знакомые. Слушай, Исаева, я не только многогранно талантливый и скромный, я еще и очень ответственный. Ты знаешь, так приятно возвращаться домой, когда готов к ужин. Когда тебя кто-то ждет. Ты про собаку? Угу. Да, конечно. Вот запах вот этот я люблю. Да, запах… Это мое. Хороший симптом. А многих от этого запаха тошнит. О, стаж большой. И всего две записи. Не очень ты к переменам склонный. Ну, привыкаю к месту. Нет, я менять не люблю, но если надо… Тоже неплохо. Посмотрим, посмотрим. Наталья, вот твое ответственность. Андрей Викторович, я за Олега ручаюсь. Ну что ж, добро пожаловать в наши ряды. Спасибо. Спасибо. О, мороженое давай купим. Так, что он просил, то и будем. Наталья, Лера и ты, зайдите ко мне, у нас новый клиент. Подождите, а я? Мне не нужно? Нет. Занимайся отчетом. Если учесть, что отчет не моя прямая обязанность, это очень странно. Я бы на твоем месте присмотрелась. Кризис и все такое. Так, давай делись. Личное дело у Арсена на столе раз. А от новых кейсов тебя отстраняют два. Кандидатура на вылет. Так что, доделаешь отчет и все? Ой, Наташка. До свидания. До свидания. Мне так страшно, когда он на меня орет. Кто Арсен? Да он смешной. Ты что? Он кричит, чтобы все помнили, что он самый главный. Надо его бояться. А он чего боится, как ты думаешь? Понятно чего. У него высокая должность. Многие хотели бы ее заполучить. А в мире рекламы это как в джунглях. Семнейший выживает. Я тебя прошу, кто может уволить генерального директора? Ну как это? Учредители. За что? Да за все что угодно. На жену на чью-то не так не смотрела. Но это я, конечно, утрирую. Много причин. Значит, учредители у нас мужчины. Да, два мужчины. Причем очень симпатичные. А ты их видела? В прошлом году отвозила отчет. Не в этом повезешь? Не знаю. Нам с тобой сначала нужно его закончить. Конечно, закончим. Давайте я подбышу. Спасибо. Спасибо, Наташенька. Сетя Валя, до свидания. До свидания, девочки. До свидания. Сейчас, сейчас, сейчас. Куда? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Куда? Редактор субтитров М.Лосева Вот кто храпел всю ночь, да? Вот кто мне мешал спать. Олег, давай побыстрее, а ты на работу опоздаем. Ой, как скучно это, Исаева. Подожди, мне же на работу. Тише, тише. Ты, ты отправила клиентам нашу внутреннюю переписку, идиотка! Теперь они знают все, включая матерные слова, которым мы их называем. Да вы что? Этого не может быть. Вы, наверное, что-то путаете. Что я путаю? А ну-ка, проверь. Давай проверь. Ну? Извините, пожалуйста, я не специально. Это я случайно. Случайно? Случайно? Ты достаточно здесь работы, чтобы понимать, что это недопустимо. Я, наверное, просто переполню. Это тебе не в соцсети с их лайками и перепостами. Ты думаешь, я не знаю, чем ты тут занимаешься? В чем вы все тут занимаетесь? Арсен Евгеньевич, это, видимо, и мой тоже недосмотр. Я все исправлю. Твой недосмотр? Тем хуже. Для тебя. С этим отчетом голова кругом идет. Я прошу вас, я всем разошлю письма до конца недели с извинениями, объяснениями. Я все как-то улажу. Послушай, я надеюсь, Исаева тебе излишне напоминать, что от этого зависит дальнейшее отношение. И с клиентами, и с нашими учредителями, и с тобой. Идиотка! Света, ты что? Наташка. Ты меня спасла. В следующий раз... Следующего раза не будет, я тебе клянусь. Дось! Дось, представляешь, нам эти бокалы на свадьбу подарили. И до сих пор все шесть целы. Я, когда на них смотрю, Сережу вспоминаю. Он ведь не курил, спортом занимался. За всю жизнь капельки не выпил. А в тридцать семь лет взял, да и помер. У тебя есть ключи от Наташкиной квартиры? Что? Ну да. А где она свое украшение хранит, знаешь? Конечно, а зачем тебе? Да я всю ночь не спала. Думала, как твою дочку от этого алкаша отвадить. Придумала. Дусь. Дусь, только я тебя очень прошу. Без черной магии, ладно? Не волнуйся. Раз колдовство не помогло, будем брать хитростью. Тебя сегодня ждет небольшой сюрприз. Меня пересядет на другого коня? Нет, но тепло. Я поеду к тебе на ночевку? Холоднее. Это съедобное? Не холоднее. Сдаюсь. Я тебя хочу кое с кем познакомить. На ипподроме? Я что, мы так всех знаем? Кое-кого не знаешь, он очень хороший. Я думаю, что тебе он понравится. Взрослый или ребенок? Взрослый. Так, так. Мужчина или женщина? Мужчина. Я надеюсь, что вы с ним подружитесь. За новорожденную выпили, теперь за родителей. Не-не-не, я пас. Ну, кого ты пас? Кого за родителей не выпьешь? Не уможенник старший. Давай, за горемычную. Горемычная лошадь, что надо. Дай бог ей здоровье. Ну, ладно, давай за горемычную, но только по последней. Зря я тебе, что ли, аванс свой дал? За горемычную. Давай. Ой, Ром, привет. Привет. А ты Олега не видел? Не могу его найти. Нет. А, вон, с Викторовичем. Во, мужик Олег. Мне тоже нравится. Барсик, Барсик, пошли. Викторович, давай. Олег, ты что, с ума сошел? Ты же мне обещал. Да я обещал, я обещал не пить в рабочее время. Мой рабочий день завершился сорок четыре минуты назад. Викторович дал аванс. Я принял роды в первый день, что характерно. Ну, а я сегодня с Кристиной. Как я тебя с ней без знакомлю? Даже не трезвая, а болит. Самый лучший друг ребенку. Ты уверен? Как никогда. Осторожно. Пойдем, Рось. Пошли. Пойдем. Крис, я хочу тебя познакомить. Это Олег. А это Кристина. Кристина? Какое красивое имя. А вот Олег как-то не очень. Ну вот, и познакомились. Крис, мы тебя ждем в машине, хорошо? Сейчас я наркотик раздам. Девчонки, пойдемте со мной. Я вам кое-что покажу. А? Какая прелесть. Я никогда таких не видела. Она совсем недавно родилась. Не возражаешь ли я буду называть ее Кристина? Это в честь меня. Твой будущий муж мне уже начинает нравиться. Крис, пойдем переодеваться. Олег, а ты куда в такую рань? Первая ночь у жеребенка. Надо проверить. Какой ты, наверное, заботливый отец. Отец. Да хреновый я отец. Уже две недели сила. Увидеть не могу. Хорошего тебе дня сегодня. Спасибо. Какая же я идиотка. Честно говоря, мне нужен ваш совет. Ну, слушаю вас. Что делать, если обещаешь не пить, но не может держаться? А в одиночестве пьете? Нет. Заначки по квартире делаете? Вроде нет. На близких срываетесь? Ну, честно говоря, я не о себе. И о ком идет речь? О мужчине или женщине? О мужчине. И кем приходится вам этот мужчина? Бывший одноклассник. Давно пьет? Ой, уже месяц, наверное. Ну, это не срок. Ну, так он не пил несколько дней. А тут родился жеребенок. Решил отпраздновать. Опять. Жеребенок. Угу. Это очень тяжелый случай. Мой вам совет. Бегите от него куда подальше. Здравствуй, мой дружочек. Здравствуй. 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 Вот так. Тихо-тихо-тихо-тихо! О, войной! Здравствуйте, здравствуйте! Какие люди! И без охраны! Хэллоу! Так, вы что-то опять обмывали, да? Осторожно! Твоя крестница нянчится с тезкой, а я, а мой трудовой подвиг на сегодня закончен. А ты что, не составил компанию коллегам? Нет. Нет? То есть Викторович выпил, Рома, а ты? А я пропустил. Они Ромину машину обмывали. А ты не обмывал? Устал. Надо передохнуть. Ну, Олег Николаевич, вы полны сюрпризов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Какой же ты всё-таки хвостун? Нет. Я скорее скромный ветеринар с хорошим знанием напитков, музыки и мест, где всё это подают одновременно. А главное, что ты мой. Ну, послушай. Ну, послушай. Я, всё, я побежал. Ничего не забыл? Ничего не забыл. Так, у нас плановки, ну, в силе? В силе. Хорошо. Всё, побежал. Последний ряд, как в школе? Последний ряд, как в школе. Ну, всё, всё, всё. Я, я, я опаздываю. Я уже опоздал. Чего-то ты не бежишь никуда. Мам. Мам, доброе утро. Извини, что так рано. А ты... Ты не видела мои серёжки? Да бабушкины сапфирами. Мам, ну, конечно, я везде уже посмотрела. Не могу найти. Мам, что ты ерунду говоришь? Олег уже давно не пьёт. Ну, ему-то зачем мои серёжки? Ладно, я поняла, мам. Всё. Да, да. Хорошо. Да, посмотрю. Всё, пока. А то я опоздаю на работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А жизнь Матвея, это немного и моя жизнь. Всё, я всё сказал. Пока. Ну, ты хитрюга, а. Пока-пока. Пока. Пока, ребят. Слушай, ты какая-то сегодня не такая. У тебя всё нормально? Да, у меня всё отлично. Может, ты тоже пойдёшь? Света, мне нужно закончить отчёт. Счастливо. Пока. Ну, что там осталось? Забить последние цифры в таблицу и вывести итоговые суммы? Света, если мы ещё раз с тобой напортачим, Арсен нам этого не простит. Я всё понимаю. Ты просто правдой неважно выглядишь. У тебя ничего не болит. У меня ничего не болит. Можно я закончу отчёт? Конечно. Конечно. А я тебе выслала шаблоны писем. Ты их отправила? А почему? Список фамилий у тебя в компьютере. Я всё сделаю. А ты иди домой, отдыхай, высыпайся. Олегу передай привет от меня обязательно. Вы ещё не подали заявление? Да. Подали? Мне пора домой. Пока. Ну, это же тебе. О, ну не ожидал от тебя. Если честно, я мог бы и сам доехать. Но, чёрт возьми, приятно? Нет, уже от тебя такого не ожидала. Я не думала, что ты на подобное способен. Так, становится интересно. Я думала, ты человек слова. Я тебе доверяла. А оказывается, ты обыкновенный. Ну, давай, давай. Продолжай. Обыкновенный. Обыкновенный обманщик. Замечательно. Я знала, что у алкоголиков нет силы воли. Но я не думала, что ты опустишься до такого. Давай, давай договоримся. Или ты мне сейчас всё объясняешь? Либо мы заканчиваем этот разговор и расстаёмся. Да мы в любом случае расстаёмся. Заедешь, заберёшь и вещи только, ладно? Ну, цветы хотя бы возьми, а? Алло, да, Галина Петровна. А когда последний раз вы её видели? Да. Да, да, конечно. Кристина пропала. Ну, она, наверное, задержалась в школе. Оказывается, в школе ей сегодня не было. Я, кажется, знаю, где она. Поехали. Крис? Кристина! Тетя Наташа. Ну, что ты вообще творишь, а? Ты знаешь, сколько времени? Бабушка волнуется. Ну, извини, я тут с Кристиной заигралась. Ну, посмотри, какая она хорошенькая. Не отпускает меня. Всё, понимаю. Ой. Галина Петровна, не волнуйтесь, мы её нашли. Да, с ней всё в порядке. Угу. Да, сейчас едем домой. Я думаю, мы приедем, и Кристина вам сама всё объяснит. Да. Да, не волнуйтесь. Кристина, ну и почему ты школу прогуляла? Ну, у нас дистанциализация. Все уроки отменили. Ясно. Ладно, давай, поехали. А где Олег? Он ушёл. Пойдём. Андрюш, повторим? Андрюш, повторим? Нет, Миша. Нет, Миша. Кого-то ждёте, а он не пришёл. Угу. А вам-то какое дело? Действительно, никакого. Просто ко мне тоже не пришли. Точнее, не пришло. Выпьем. Андрей! Дай ещё палку. Здравствуйте. Привет. Исаева, всё утро пытаюсь до тебя дозвониться. Зайди ко мне. Ты на время смотрела? Угу. Ты знаешь, я почему-то даже не удивляюсь, что от тебя пахнет алкоголь. Ну, простите, пожалуйста, у меня вчера был очень трудный день и трудная ночь. Я так и понял. Я могу поехать домой? Я очень плохо себя чувствую. Не смогу сегодня работать. Теперь тебе можно всё? В каком смысле? По всех смыслах. Кто уволен. А за что? За что? За халатное отношение к работе. Отчёт, который ты предоставила нашим учредителям, оказался недоделанным. Письма, которые ты обещал разослать, не разосланный. Пострадала репутация и компании, и моя. Так что, как говорится, поезд дальше не идёт. Просьба освободить вагон. Света, мы вроде договорились, а почему ты всё не отправила? А то ты не понимаешь. Я не понимаю. Закон джунглей. Каждый сам за себя. Наташ, в конторе сокращение. Кого-то из нас должны были уволить. И если бы ты не занималась так своей личной жизнью, то, наверное... Наташ! Ну что ж, мамочка, поздравляю. Четыре-пять недель. Четыре-пять недель чего? Беременность. А если собираетесь рожать, вам нужно быть поосторожнее с алкоголем. А то вчера вы явно пересердствовали. А откуда вы знаете? Анализы всё показывают. Запах-то? Сегодня вечером сделаю шарлотку. А потом сколько? Ой, соберем, соберем. Натуйсь! Смотри в этом году, сколько у нас яблок! Здравствуйте! Мам, мне с тобой нужно поговорить. Пойдем? Что-то серьезное? Да, серьезное. Наедине поговорим. Серьезные вещи решаются на семейных советах. Родные люди как-никак. Хорошо. В общем, меня уволили с работы. Мы расстались с Олегом. И я беременна. Так как мне уже за тридцать, беременность может протекать непросто. я не знаю, когда я смогу устроиться на работу. Нам нужно будет на что-то жить. Может быть, мама. Я перееду к тебе, а квартиру мы будем сдавать. Молчи, Нина. Интересно получается. Как хвост прижала, так сразу к маме. Да ты у матери должна в ногах валяться. Речь идет о ее личном пространстве. Тетя Дусь, вообще речь идет о ее будущем внуке или внучке. Ты сама сказала, что тебе уже за тридцать. Давно пора решать свои проблемы самостоятельно. А ты все как овца. Пастуха ищешь. Только я не овца. Угомонись. Аборт сделаешь, делов-то? Дусь, а какое право ты имеешь за нее решать? Я-то никакого права не имею, это тем более. Да что особенного-то? Вжиг и все. Беда с вами, Исаева. Ходи. Чего? Пошла вон отсюда. Курак, кто к нам пришел? И долго он у нас будет жить? Не знаю, как меня из больницы выпишут. Как себя чувствуешь? Как в капкане. Ничего-ничего, все образуется. А мы вчера в зоопарке лису видим. Она в капкане родила лисят. Какой ужас. Ничего не ужас, ее уже спасли. У меня была разрублена кость на передней лапке. Так она другой лапкой рыла новку и кормила своих лисят молоком. Ей повезло, что ее спасли. Всегда есть кто может спасти. Иногда это один и тот же человек. Кто спасает и кого надо спасти. Чаю сейчас приготовлю. Спасибо. 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 Исаева, пойдемте со мной. Работаем кулаком. Лиса. Что, простите? Лиса в капкане родила. Я тоже люблю про животных смотреть. Лиса, лучше быть лисой, чем овцой. Ой, что вы? Девушка, куда вы? Что же вы делаете-то? Что с вами? Куда? Поехали. Поехали. Моя фамилия Исаева. Мы вчера с вами разговаривали по телефону. Да, я помню. Так. Значит, вам за 30. Да. Замечательно. Но есть одно но. Мы не можем предложить вам зарплату, соответствующую предыдущему месту работы. Правда, у нас есть система премиальных. И сколько это будет в месяц? Ну, раньше доходило до 40%. А сейчас? Сейчас. Это будет зависеть от того, как вы будете работать. Но я могу больше работы брать на дому. Это было бы удобно у меня маленький ребенок. А почему вы не указали в резюме, что у вас есть ребенок? Какое это имеет отношение к моим профессиональным качествам? Прямое. Спасибо, что дошли до нас. Мы с вами свяжемся. Постойте. Может быть, вы предложите мне испытательный срок? Мы попробуем. Я не готова сейчас обсуждать это. Мы свяжемся с вами. До свидания. И еще. Мой вам совет на будущее. Указывайте в резюме, что у вас есть ребенок. Это сэкономит ваше и чужое время. Скажите, а у вас есть дети? Нет. Спасибо. Арсен Евгеньевич, вы журнал «Вверх ногами» держите. Рад тебя видеть, Исаева. Вы здесь какими судьбами? Да вот моя очередь еще не скоро. Исаева, может быть, кофе выпьем? Да можно. Я угощаю. Хорошо. Ну как, Лиза? Только что заснула. Капризничала бы. Как все прошло? Да не очень. Никто не хочет брать на работу мать и маленького ребенка. Знаешь, кого там встретили? Кого? Директора своего. Из рекламного агентства. А, это тот, который тебя уволил? Угу. Оказывается, наша Света не только меня подсидела, но и его тоже. Потом ее назначили генеральным директором. А сейчас она, представляешь, под следствием за нецелесообразное расходование средств. Ну ладно. Справедливость торжествует. Есть будешь? Мама. А я пойду посплю, ладно? А то неизвестно, какая у нас ночь впереди. Мне нужно тебе кое в чем признаться. Что-то случилось? Я очень перед тобой виновата. Я могла все остановить, но не остановила. Дело в том, что... Дело в том, что я дала ключи от твоей квартиры Дусе. Дело в том, что я помогала ей собирать бутылки. И я... Рассказала... Ей, где лежать сережки. Получается, Олег к моим сережкам не имеет никакого отношения? Бутылки, которые я нашла, не его. Мам, что ж ты не творила? Прости меня, пожалуйста. Наташка! О, Ленка! Привет! Ой, как я рада тебя видеть! Ну, наконец-то ты вернулась! С ума сошла, гулять-то поздно. Ну, Лиза только на улице засыпает. Так, держи. Ой, как красиво! Держи. А-а-а! А-а-а! Спасибо! А я про тебя все знаю. Мне Кристинка все докладывает. Вот болтушка-подружка. А ты не пробовала... Лена, я не пробовала звонить своему однокласснику и говорить, что какая-то дуреха родила от него дочку. Ну, хотя бы это. Нет, Лен. Ну, честно говоря, я его сильно обидела. Если бы меня так обидели, я бы не простила. Поэтому поезд ушел. Наташ, я не знаю, что ты перемудрила. Ты почему за него решаешь-то? Откуда ты знаешь, как он к этому отнесся бы? Ну, а вдруг он бы, ну... Никаких вдруг, Лен. Я все. Я уже решила. Мама помогает. Как-нибудь справимся. У нас есть теперь еще Джуль Барс. Он нас охраняет. Ну, это конечно. Он сначала с головы до ног залижет, а потом будет защищать, охранять. Было под кого? Не мы первые, не мы последние. Как-нибудь проживем. Как я рада, что ты приехала. Я тоже очень. КОНЕЦ НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Наташ! Наташ! Здравствуй. Хорошо играете. Как же твоя ветеринарная деятельность? Продолжается. Ну вот, решились с друзьями вспомнить прошлое. Правда, не в полном составе. Собираемся, по вечерам играем. Да ничего, людям вроде нравится. Знакомый блюз. Ну да. Блюз для сентября. Олег! Прости меня. А я искал тебя. Я месяц, наверное, у подъезда караулил тебя, караулил. Меня даже однажды водой облили. Ну, подумали, наверное, что я вор. Прости, что я тебя не выслушал тогда, а поверил чужим словам. Я не мог, я не решался войти в подъезд. Там же консьержка, и как-то не хотелось тебя подставлять. Ну, ждал тебя там внизу, слонялся. А тебя так и не было. Так меня же положили на сохранение почти на два месяца. На сохранение? Как? Вот так. То есть ты уже тогда была беременна? То есть это мой ребенок? Да. Может, познакомишь нас? Да с удовольствием. Он на меня похож. А сколько его? Ну, вообще-то родители обычно знают пол своего ребенка. Это девочка. Ей три месяца. Вот. Ага. Ну, как ты с... А как ты... Ты представь меня ей, или я сам... Елизавета, познакомься. Это твой папа Олег. Это Елизавета. Добрый вечер, Елизавета. А как? Подумать только, а? У меня есть дочь. Матвей, да что ты там стоишь, а? Матвей, ну познакомься. Это твоя сестра Лиза. А это ее мама, Наташа. Если не возражаешь, то... То и моя жена. Может быть, сначала нужно было спросить меня? Так, Матвей, давай на сцену. Я сейчас подойду. Давай. Ну, ты выйдешь за меня? Ты больше не исчезнешь? Ух ты! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»